Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 25 августа, если я не ошибаюсь, а может быть 24. Я хочу рассказать вам о двух сортах, которые считаются самыми урожайными из сибирских сортов, которые у многих на слуху, но которые некоторые, эти два сорта, они их путают. Это тройка и сибирская тройка. Я сейчас расскажу, чем они похожи друг на друга и чем они отличаются, и кому какой лучше выбрать. Вот смотрите, эти два сорта, они оба красные, оба урожайные. У тройки указывается урожайность 4,5 с растения, это не с метра, а с растения. И у сибирской тройки указывается урожайность 5 кг с растения, тоже с одного. Это то есть, если вы на метр высадите 4 растения, около 20 кг вы можете собрать. Но в конце я расскажу, что сибирская тройка не всем удается, и тут двойственное такое, кто-то нахваливает ее, кто-то наоборот разочарован. В то время как тройка, она безотказная, она отдает урожай всегда, удается у всех и более неприхотливая. Вот видите плоды, они похожи на сорт Санька. Ну точно такой же размер, точно такой же цвет, только у нее строение куста немножко другое, и она в рассаде не вытягивается, она такая толстоногая, коренастая, как дуб такая. И вот в прошлом году, я когда в Одноклассниках переписывалась, люди слышат, ну кто-то там хвалит, слышат, что сорт тройка, сорт тройка, но некоторые не знают, что есть просто тройка, а есть сибирская тройка. И как видите, по форме плода они очень-очень отличаются, хотя сортовые характеристики у них похожи. Оба низкорослые, не выше 60 сантиметров. Вот я и сибирскую тройку вам показывала, что у нее штамбовый куст, что у нее такие листья, такие изумрудно-зеленые, красивые-красивые, и как они плоды. Но тут у сибирской тройки плоды до 350 граммов могут вырасти. И вот видите, как они не обязательно вот такие, бывают у перцевидной формы правильной, бывает вообще бочонком где-то у меня тут лежал, но могут быть вот такие толстенькие, кругленькие, это все с одного куста. А, вот еще. Могут вырасти и вот такие, это уже как перцевидные какие-то, вот у меня перцевидный гигант, он точно такой. Могут вырасти прямые, могут вырасти загнутые, вот такие, как коготь орла. И вот насчет этого сибирская тройка, она более разнообразна, плоды могут быть разные и разные, и по размеру. Вот вообще огромные, сейчас покажу. Вот смотрите, какой, как петруша. Ну, от петруши отличается цветом, цвет у нее красный, а петруши такие же плоды, только розовые. Ой, да что-то. А тройка, она никогда не бывает разной, плоды все выровненные, красные и равномерные, снизу доверху. Вот такой у нее плод, 200 граммов. Выше 200 граммов она не бывает, она вот такой середнячок. И внизу, если покрупнее, ну это уже, как вы понимаете, конец августа, это уже последнее, если внизу покрупнее, то вверху могут быть и вот такие вот небольшие плоды. Но зато я еще раз говорю, что у нее выход товарный почти всегда одинаковый, и не зависит от того, как умелый вы или неумелый, очень неприхотливый, вы ее посадили, она у вас обязательно вырастет. Идеальный вариант для соков, для паст, для кетчупов, леча, потому что видите, какой цвет классический, красный цвет, именно такой, который должно быть в леча, в пастах. Вот сибирская тройка, она тоже такой же цвет. У нее, конечно, более оригинальная форма плода, но с сибирской тройкой с первого раза не все могут справиться. Я вот читаю комментарии, пишут, у кого-то вырастает просто зеленый куст без плодов, там 2-3 штуки. Кто-то говорит, что она маленькая, не вырастает, не двигается в рост. Но к ней нужно приспособиться. Если вы посадили один раз, у вас не получилось первый год, не отчаивайтесь, попробуйте еще раз и еще раз. Если уж в течение трех лет она вам не задалась, у вас не получается, ну, значит, это не ваш томат. Я тоже петрушу выращивала 3 года подряд, не могла к нему никак приспособиться. Я уже сто раз говорила, что общипывала все пасынки, никакого урожая не было. Зато сейчас я вам показывала, у меня какой петруша-красавец, весь увешан плодами, вот весь ломится. И ничего вроде бы не изменилось, просто я теперь знаю, что его не надо сильно трогать. Я его посадила в хорошую жирную землю, и растет он там, не трогаю его, не посынкую, ничего не делаю. Листья в конце сезона обрежу и все. И также тройка. Я ее сажу, и я ее почти не трогаю. Я вот тут раз показывала, приду в конце лета, ну, во второй половине лета, обстригаю листья, чтобы плодам побольше солнышка доставалось. И вот смотрите, какие назревают красавцы. А сейчас пошла оббирать, висят вот эти сардельки, ярко-красные, на кустах много, ну, 5 килограммов на кусте это очень много. Я уже снимала, если бы вот не снимать, ну, как не снимать, они тут лопаются, они обваливаются, я снимаю в нескольких заходах. Но вот эти сорта, я такое общее, быстрый обзор сделала, тройка и сибирская тройка. Эти сибирские сорта очень урожайные, низкорослые, не надо пасынковать, не надо большого ухода не требовать, надает большой урожай. Попробуйте, посадите, не пожалеете.